Каждая команда по ходу этого турнира столкнулась с теми или иными проблемами. У команды Lion 5 очень плохо начался первый игровой день. У команды TGK во втором игровом дне случилась беда, и они упали в нижнюю сетку. То есть, ну, свои сложности и трудности определенно присутствовали. Но так или иначе, это две самые сильные команды Golden Guns Final 23, и они начинают розыгрыш Best of 3 матча с карты Inferno. Выход на 20 и, как следствие, на точку А, что несложно понять, потому что 20, естественно, именно на этой точке находится. Минус от ННН, ответ от ННД. Сейчас я на всякий случай освежу вашу память и озвучу вам никнейм команды Lion 5. И, естественно, и таджиков в том числе... Ой, Гетсби! Ой, Гетсби разошелся! А минус Н с ножом... Ну нет, это уж какая-то прям наглость. Это прям какая-то наглость. Таджика выигрывает пистолетный раунд в этой встрече. Состав Таджика. Доберман, Гетсби, Мастик, Версачи, ННН. Львы. Это Зенти, Максим Зорот, Аймоб, Энд и Мистер Фак Ю. Ну и если вы внимательно смотрели все предыдущие матчи команды Lion 5, то вы знаете, что Мистер Фак Ю это Честер. А теперь Львы будут разыгрывать ковры. Давайте смотреть за Аймобом. Он первый, но все вместе дружно побежали в дом. Минус от Зенти. Избойлерный выход. Один из ковров все-таки вышел. Максим Зорот охоронит Версачи. Минус от Аймоба по Версачи вразмен. Ситуация 4 в 2. Какой жесткий экономический от Львов. Мастик с НННом остаются вдвоем. У Мастика нет снайперской винтовки, чтобы он прямо сейчас взял и затащил. Ну а ННН, я не знаю, оправился ли после трейна, на котором у него не сильно хорошо летело. Видимо нет. Видимо нет. Все погибают. И все печально. И все плохо. Еще 2-0. Ну, ладно. Обычно я, конечно, не руководствуюсь подобными сообщениями. Но из уважения, как говорится, посмотрю. Так уж и быть. Давайте, дорогие друзья. Третий раунд начинается. Энд. Вместе со своей командой. Отправляются разок. Кстати, я уже не помню, говорил или не говорил. Энд вообще первый день почему пропустил? Потому что по причине болезни. Увидя, как его команда отыграла первый игровой день. Он закидался таблеткой. И пришел героически вытаскивать раунды своей команде. По-моему, да. По-моему, в первый день я еще не говорил. Говорил. Второй минус от Энда, дорогие мои друзья. Начинает сканирование точки А. Собирает на ней мастика. Отличный хэдшот по Гэтсби. И Версачи последний остается. Версачи у нас, кстати говоря, сейчас открывается на миддл. Энду. Отдайте Энду, Эйс. Он, ну, по-любому заслужил всю вот эту вот историю. Смотри. И, кстати, никто действительно не пошел. Такое ощущение, что действительно пять львов просто договорились, что товарищ Энд сделает минус пять в этом раунде. Так уж и быть, как говорится. Никто ему не будет мешать. И действительно, никто не помешал. Настоящая командная штука. Счет 2-1. Пардон, я таджикам здесь второй раунд нечаянно прибавил. Хотя должен был прибавить пяти львам. Да, так и было. Ну, во! Я про что и говорю. Я про что и говорю. Тут, кстати, вчера в чатике появлялся человек, притворялся Эндом. Я, говорит, выиграл же этот турнир. Я говорю, а кто вы есть, ну, собственно говоря? В какой вы команде играли? Говорит, пять львов. Я говорю, какой ник? А он говорит, я Энд. Вот так вот. Это уже фанаты, как говорится, появились фанаты. Минус от Энда по Доберману. Разменный фраг от Гетсби. Проход на 20 под флешечку. Игроки атаки достаточно быстро сносят. Гетсби с его позицией. Минус от Честера. Мастик и ННН остаются в паре. Наверное, сейв, да? Теперь-то есть снайперская винтовка у Мастика, но только теперь выбивать уже как будто не придется. Атака прям бомбу поставила, и сразу, смотри, все побежали на поиски. Понимают, что здесь никто не будет ничего выбивать. Выстрел со снайперской винтовки. Минус от Мастика по Максиму Зорду. Минус от ННН по Аймобу. Ну, хоть выбьют-то вообще-то что-то, или не выбьют. Пока как-то урон, конечно, проходит, но без минусов. Все, с НННН девайс выбили. Остается дуэль Честера и Мастика. И Мастика ее все-таки выигрывает. Ну, а ВП засейвлено. Зенти не успевает добежать до точки Б. А счет тем временем становится 3-1. Ну, и напоминаю, дорогие мои друзья, подписывайтесь на Twitch-канал twitch.tv slash goldenguns.ru Это официальный канал проекта Golden Guns. Все лайв-трансляции с LAN-турниров проходят именно там. Также подписывайтесь на их YouTube. Это youtube.com slash собака goldenguns.gg Там публикуются все записи матчей. В том числе записи плей-офф, которые я комментирую сегодня вот уже пятый день. Энтри-фраг от таджиков по Максиму Зороду. Доберман сейчас находится на балконе. И, наверное... Наверное, он один из тех, кто будет сейчас пытаться остановить выход на А. Потому что я не вижу возможности ухода на Б. Хотя Честер с бомбой, кстати, чувствует... Ой, кстати, чувствует, по-моему, да? Что точку А лучше не разыгрывать. Потому что здесь вся команда ТДЖК сейчас находится. Зентя обратно пытается прочекать библиотеку. Обнаруживает там соперника. А есть еще и мастик, которого убивают. Снайперская винтовка выпадает. И она не помогла в этом раунде команде ТДЖК. Версачи открывается. И тут Энд выходит с разменом. Но, конечно, можно было Зентя не терять. Доберман подбирает... ННН, простите, подбирает снайперскую винтовку. Доберман забирает Аймоба. Ну, бомба на Б. Все-таки это произошло. Честер подумал, прикинул и понял, что как бы нет. На А я не пойду. Там уже у нас полкоманды полегло. Зачем нам что-то пытаться изобретать. Ну что ж. Энд со снайперской винтовкой прячется за тройку. И готовится принимать рукав. Нет, хелпу передумал. Не попал. Ну, минус от Честера. Отходит на банан. Минус от Энда. И минус от Честера. Ну, по-моему, замечательное парное удержание. Минус один от снайпера. Минус два от Честера с Калаша. Все хорошо. В целом, все хорошо для Пяти Львов. Пока что все плохо для Максим Зорода. Один из... Вот как Талис, наверное, да? Талис 666. Спасибо вам за подписку. Большое. Вот. Максим Зорт. Один из сильнейших игроков, вроде бы как, команды Пяти Львов. До сих пор еще не сделан ни единого килла. Бегает так вот как-то где-то с командой бегает. А вот его. А вот как раз я хотел его включить, и он умер. Отлично. Не надо было его включать. Может, пожил бы подольше. Минус от Гетсби по Максиму Зороду. 4 в 4. С выходом, естественно, на А. Минус от Энда по Гетсби. Доберман. Находится сейчас на коврах. Ой, это выход и гибель, скорее всего. Уберка команды ЧК. Но. Но. Минус по Аймобу. Второго забрать не удается. Зентис прострела увольняет Добермана. Мастик последний. Ну, надо выходить и сейвить АВП. Надо выходить. Надо выходить. Имеется в виду, конечно же, с Плэнтом. И все. В принципе, мирное окончание этого раунда. Если не считать, конечно, взрыв бомбы. Но никто не погиб. Самое главное. А счет, тем временем, меняется на 5-1. 5 львов берут 5 раундов. Опять же, у нас какие-то символичные истории происходят. Вопрос. Единственные ли это 5 раундов? Либо же будут еще пятерки конкретно. То есть, сумеют ли взять 10? А сумеют ли взять 15? На все эти вопросы мы уже совсем скоро с вами узнаем ответы. Максим Зород вооружается снайпер... Не снайперской винтовкой. Простите. Калашом. Снайперская винтовка в руках Энда. Мастик выстрелил и промахнулся. Минус от мистера Факью. Он же Честер и Версачи. Разменный минус по Максим Зороду. Все равно однозначно не идет у Максим Зороду, что не залазился гранд-финал. Игра будет поставлена на паузу, но мы ее не увидим. Если что. Зенти. Отличная открывашка. И минус варку по мастику. Снайперская винтовка вновь деактивирована. Не менее отличный хэдшот по Гетсби. Минус от Честера. Все. Доберман. В КТ-респауне. Куда Доберману идти? Что Доберману делать? Какие перспективы у Добермана? Вообще ситуация очень-очень плохая. Минус Зенти. И размен от Честера, дорогие друзья. 6-1. Таджики. Что-то пока все никак не включится. Вроде бы как играют в сильной стороне, а вроде бы как и не могут себя в ней найти. Хотя нашли в себе силы на овертаймах выиграть команду Гутен Таг. Но я допускаю, что очень много сил на это было потрачено. И именно поэтому таджики как-то вот не у дела, опять же, оказываются. Мастик. Остался с 16 хэдспойнтами после перестрелки на банане. ННН. Успел сделать минус по энду. Не отпустив вражеского снайпера. И у нас вновь на винте огромное количество команды 5 львов. Что как бы намекает на потенциальный выход на А. Аймоб. Минус от Зенте. Доберман с разменом. Ну, такой себе спрей от Добермана. О, простите, от Аймоба получился. В результате, конечно, отдался. Ну и два игрока атаки будут пробовать зайти на Б. Препятствовать им будет товарищ ННН. У которого предательски плохо шел трейн. И, как вы видите, Инферно тоже идет достаточно посредственно. Установлена бомба 3 в 2. Ну, как будто у таджиков очень много шансов выбить такое. Ой, с банана идет. Ой, с банана идет. Ой, минус от Максим Зорда. И минус от Честера. Мастик последний. И вот шансов теперь уже на ретейк 0. Как так таджики плохо разыграли эту ситуевину? Промах, промах, промах. Промах на промахе. Мастик прям просто не может попадать по львам по какой-то непонятной причине. Опять же, если мы обращаемся к трейну, который был сыгран буквально там полчаса назад. Да, это игрок, который просто брал АВП и не знал, что такое промахиваться. Сейчас это игрок, который берет АВП и не знает, что такое попасть. Он даже там в эндо, если и попал, то попал ему в ногу все равно. То есть не убил. С девайса, который призван ваншотить. Максим Зород. Минус на зелени по Гетсби. Есть поджим от НННа на банане. Давайте глянем. Есть флешка вверхом. НННа хоронит Честер. Погибает Максим Зор... Ой, Версачи. А тут Максим Зорода минус по Доберману. Все просто вообще в одну калитку, дорогие мои друзья. Какая-то жесть сейчас происходит. Насколько же сильны львы. Мастик решил проигнорировать передвижение соперника на точку Б. На самом деле бомба-то установлена на споте А. Здесь куча дымов на зелени. Поэтому Мастик какое-то время пожил. Сделав минус по Максим Зороду, погиб. Из-за Энда, а точнее из-за встреч с ним, а счет становится 8-1. И львы выигрывают первую половину. Пока команда Таджика только разве что избиваются львами. Но я буду верить. До последнего буду верить в то, что... Ну вот, со следующего раунда Таджика заиграют. Пока просто предположим, что это Инферно, которую, может быть, они не хотели играть. Может быть, допустим, львы пикнули карту Инферно именно. Многоходовочные подсадки. Сразу двоих... Сразу трое. Сразу троих зарулили в бойлерную сильно. Слушай, как сейчас это будет выглядеть со стороны. Великолепно это будет выглядеть. Минус от Энда от Аймоба. Два даже минуса доходят. Доберман и Гетсби. Даже не надо с Б уходить. Все, просто сидим там. Сидим на Б, там безопаснее. Но Доберману сейвить нечего. А вот Гетсби за свою снайперскую винтовку надо бояться. Минус Энд. И Гетсби с Айвиком падает. Ну что, теперь задача Добермана не просто выжить, а в идеале еще и Айвик засейвить с погибшего напарника. Но это в идеале. А у нас здесь не самые идеальные условия, надо понимать, получается. И 9-1 в пользу пяти львов. Десять раундов разыграно, и практически вся десятка целиком и полностью за львами. Это очень слабо для Таджика. Опять же, ранее уже говорил, и во время Лана говорил. С Таджика знаком уже достаточно давно. И я поражен просто тому, насколько плохо у них сейчас получается игра на Инферно. Минус от Добермана. Раскидка точки Б. И просто легко и непринужденно. На ноге пять львов сюда заходят. Да, потеряли Честера и Энда. Но зато заняли точку. И теперь уже ретейк. Который пока что у Таджика еще ни разу не получалось здесь делать. Когда-то, конечно, надо с чего-то начинать. Но может быть не сейчас. Минус от Зенти. Минус от Аймоба. Зенти не добивает еще одного соперника в рукаве. Но возвращается, чтобы это сделать. Еще один фраг от Максим Зорода. И десятый. Это точно гранд-финал? Это точно гранд-финал, нет? Ну, просто типа в гранд-финале хочется видеть борьбу. А пока ей даже не попахивает. Вот как будто бы нет. Финал верхней сетки был даже более жестким. Как мне кажется. Хотя там тоже счет был какой-то. Типа 16-5, 16-7. Что-то такое в этом роде. Я уже, честно, даже не помню. Энд. Забирает мастика. Следом справляется с ННН. Ну и все. Опять же там. Хаешка от Честера. Лишает жизни Версачи. И Гетсби попытается, скорее всего, Честера забрать. А еще и Зенти заодно. Ну, то есть, вернее, сначала, получается, он забирает Зенти, а потом прихватывает Честера. Один в два. Бомба до сих пор еще, кстати, не установлена. Максим Зорот все никак допрыгать до плента не может. Ну, пожелаем удачи Гетсби на ретейке. Я так понимаю, он не просто так на А пришел. Скорее всего, он пришел сюда для того, чтобы выбить оппонентов с плента и забрать себе победу в раунде. Но у него нет дефюз китов. Это, наверное, все-таки минимум того, что нужно. И нет, он просто пришел на А, чтобы пострелять в ребрах и уйти на сейв. Но можно же было проще сделать, остаться на Б. Зачем-то на А еще сбегал. Ну, ладно. Конечно, он надеялся, что кто-то из игроков атаки будет стоять где-то в открытой позиции. Он сделает минусы и один на один уже будет пытаться побеждать. Не получилось, не фортануло. 11-1. Что называется, к такому жизнь меня не готовила. Хотя, откровенно говоря, вы же все прекрасны, я думаю, понимаете, что гранд-финал я комментировал. И смотрю я гранд-финал уже второй раз. И если я из, там, огромного количества матчей, которые прокомментировал в Москве, какие-то мог забыть, то навряд ли я бы забыл гранд-финал, да. Поэтому я, честно скажу, не сильно удивлен, потому что, ну, естественно, я все это просто помню. Минус 2 от Мастика. Хаена полтора. Хорошо достаточно сейчас справляются игроки ДЖК с приемом. Наконец-то хорошо они справляются с приемом. Уж 12 раундов-то сыграв, надо когда-то оформить прием. Еще, вообще-то, надо было бы и ретейк успеть оформить когда-то, раз уж в обороне играем. Ну, чего бы нет. Ну, пока очень, очень туманное будущее у львов в этом раунде. Скорее, будущего просто в этом раунде нет. Минус от Честера и не чекнул Версач. Так бывает. Ну, невозможно прочекать в этом мире абсолютно все. Поэтому закономерные все-таки вторые раунды. Почему вторые? Не знаю. Второй раунд ДЖК себе забирают. Но, опять же, из опции 11-4 выбирать... А какой еще счет выбирать, да? 12-3, 13-2. Самый благоприятный счет для ТДЖК в обороне. 11-4 они проиграли. Хочется сразу повториться, что они проиграли. И сказать это уже только адресуя данную фразу на карту Инферно. Потому что... Ну, можно, конечно, в теории представить себе, что это такое не проигрывается. Из такого счета можно дать камбэк. Я пока не представляю, как. Энд. Ну, там уже тиммейты 20-ку ломают по райэнду. В общем-то, открываться. Минус 2 от Зенти. Энд, наконец-то, десантировался. Ну, я понял хитрый план Энда. Он не хотел с кем-то стрелять. В кого-то стрелять. Он хотел просто выйти на уже зачищенную точку. Так сказать, перешел победителем. Поставлена бомба. 3-4. Версачи, малый гетби-библиотека и доберман-катериспаун. Позиции, конечно, так себе. Ну, доберман уже добежал до библиотеки. Я не знаю. Наверное, надо сейвить. Как бы вот, опять же, абсурдно это не звучало. Надо сейвить, если нет экономики на следующий раунд. Вот стыдиться этого не нужно. Это очень болезненное решение. Его очень тяжело принять. Но других вариантов просто быть не может. Все. Все отсейвились. Ох ты, доберман! Минус аймопа Максим Зорот. Хорошее попадание. Прям в яблочко. Ну, 12-2 и последний раунд первой половины. Вообще, как бы, вот если шутки все в сторону отбросить, то что можно ждать от ТДЖК во второй половине? Да, я понимаю, что атака у них лучше, чем оборона. Да, я понимаю, что им там комфортнее играть. Но надо не забывать, что играете-то вы против очень сильной команды, которая сильной стороной пользоваться умеет. Минус адзенте по доберману. Это энтри. И опять же у нас проход на А. Ковры уже там заняли. Более того, уже даже вышли с ковров. А в ребрах сейчас никого нет. Версач, кстати, на поджиме играет. Где Версач? Вот он, Версач. Минус адзент. Минус адмастика. И прыжок ХЛТВ. Великолепность. Очень вовремя. Последнее слово за Максим Зоротом. 13-2. Провал, дорогие друзья. Провал. Конкретно провалился ТДЖК в первой половине. Весь коллектив. Просто в никуда. Огромное количество раундов просто сейчас нужно отыгрывать. Огромнейшее. 11. Черт возьми. 11 раундов разницы. Так и это даже победу не гарантирует, как вы понимаете, да? То есть это гарантирует только ничью. А для победы нужно еще 3 сверху. Так при этом еще нельзя отдать 12, чтобы не играть овертаймы. И уж тем более нельзя отдать 13. Благодаря... Не 13, а... Ну, нельзя отдать 2 раунда. И нельзя отдать 3 раунда. Потому что в первом случае львы играют овертаймы. Во втором случае... Львы вообще побеждают. Ну, Версачи занимает полтора. Все его тиммейты находятся сейчас под ямой. Версачи уже не занимает полтора. И тут начинается выход на банан. На Б, соответственно. Максим Зоров. Есть хэдшот. Перезарядка. Ай, не успевает перезарядиться. Ну, 4 в 3. Оборона уже на банане. Уже готовится к выбиванию. Минус от Честера. Уже не готовится. Уже, по сути, выбивание как бы и идет. Доберман и ННН остаются вдвоем. Энд. Хэдшот. И минус от Зенти. Вот так. Просто вот так. 14-2. Ну, поставленная пачка дает возможность, конечно, пораньше закупиться. И сделать это более комфортно. Но тут уже как бы не за горами фенита ля комедия. Поэтому. С одной стороны, толку от этой поставленной бомбы. Здесь уже надо играть не на деньги. Ну, в смысле, на деньги, которые вы получите за постановку. Там за взрыв. Ох ты, Максим Зоров. Ох. Ха-ха. Ну, кстати, там неплохая ответка прилетела. Три минуса от НННа с Хэшки. Трипл килл с гранаты. Хорошо. Красиво результативно. 15-2. В шаге. От пропасти. Таджика. Ну, здесь не сложно понять. Потому что, если они проиграют сейчас этот раунд. Вообще, в принципе, если они проиграют первую карту, им обязательно надо выигрывать вторую. А потом еще и третью. То есть, это... Хочу напомнить, что в оригинале, когда этот матч проходил, время уже было глубоко за полуночь. За полночь, по-моему, если не ошибаюсь. Но уже 12 часов точно было. Все уже уставшие? О-о-о. Аймоб. Жирные хэдшоты. Обожаю жирные хэдшоты с деглам. Минус от Максим Зорда. И мастик последний, короче говоря. Один в три. И, наверное... Переезжаем плавно на вторую карту. Но с перекуром, если что, дорогие друзья. Поэтому не спешите сразу начинать и ждать вторую карту. Но мы все-таки сделаем небольшую паузу. Минус по МОПу. Последний пулей. Просто последний пулей. Так, бомбу подобрал. По дефолту поставил. Зенти выигрывает... Ну, не выигрывает. Какое-то время, так сказать, получает за счет поставленной бомбы. Пока там игрок атаки сходил, ее подобрал. А, кстати, Зенти выигрывает. Кстати, я, получается, не ошибся. Но я, честно говорю, я не помнил, что именно так будет. И не думал, кстати, даже, что будет 16-2. Вообще не думал. Но первая карта на этом заканчивает с победой команды 5 львов. Вообще, я вот, правда, сидел, когда запускал первую карту. Мне почему-то казалось, что 16-7 будет. А тут не просто 16-7. Вообще, изи-каточ. Если можно так сказать. Ладно, отправляемся на вторую.